Привет! Как дела? Сегодня расскажу о том, как мы с моими подругами в августе 2017 года ездили в Испанию на остров Майорка отдыхать. Мне всегда нравилась песня Игоря Крутого, которую исполнял Михаил Шафутинский. Пусть тебе приснится, пальма де Майорка, в каннах и ливнице, ласковый привой. И так как у меня всегда перед глазами этот клип, благодаря этому клипу мне всегда было интересно посмотреть на город пальма де Майорка, о которой поется в песне. И вот так вот в 2017 году, когда я уже окончила свой университет и собиралась, в принципе, возвращаться домой, обратно в Россию, я достаточно много путешествовала с весны 2017 до октября. Так как из Лондона путешествовать в разные страны получается достаточно дешево, я не знала, смогу ли я так же часто выезжать из России в разные страны. И вот, начиная с апреля, когда я уже написала свою дипломную работу, и в принципе осталось только снять мой финальный дипломный фильм, я сделала визу в Нидерланды и съездила туда на пару дней, в Роттердам и в Амстердам, об этом я тоже буду когда-нибудь рассказывать. Потом я полетела в Дубай к своей подруге, там провела неделю. После этого я сняла свой дипломный фильм, сделала монтаж, сдалась и стала путешествовать. Так в 2017 году мы с мамой ездили в Кормул, о котором я вам недавно рассказывала. Потом вот на Майорку слетали с моей подругой из Екатеринбурга половина путешествия, я провела с ней 4 дня, а вторую половину я провела с моей подругой Моникой, о которой я вам тоже уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Моника певица, она из Словакии, и в принципе это единственная моя иностранно говорящая подруга в Лондоне. И вот я вместе с этими подругами провела целую неделю на Майорке, а в начале октября 2017 года еще успела сгонять в Прагу. Об этом путешествии я тоже буду рассказывать, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. И так как я любила отдыхать в Испании, в основном из Лондона я летала на Канарские острова, а тут решила полететь на остров Майорка. У меня была уже нидерландская виза, я могла ее еще обкатать в другие европейские страны, и полетела на Майорку лоукостером Ренея всего лишь за 20 фунтов. Можете себе представить такую цену? Редактор субтитров А.Семкин Первые четыре дня я провела со своей подругой из Екатеринбурга. Я не помню, мы с ней вместе добирались или нет, но в аэропорту Майорки мы встретились в 10 часов вечера и сели в такси. Я, в принципе, всегда заказываю трансфер заранее, и это обходится намного дешевле, так как я путешествую туристическим автобусом. Но Ольга захотела поехать на такси, чтобы побыстрее добраться до отеля и разместиться и лечь спать. И вот эта вот таксистка нас, конечно, очень сильно наколола. Она нам сказала, что 10 евро, 10 евро. Ну, мы сели и поехали, 10 евро. Смотрим, она включила счетчик, и уже 6 евро на ее счетчики. Когда мы доехали до отеля, а отель у нас находился S-Arena, какая-то area или город, так называется. В итоге таксистка запросила с нас целых 20 евро, хотя мы ехали минут 15 всего лишь от аэропорта до места. И так как мы стали возмущаться, она залопотала на испанском своем языке, делая вид, что английский вообще уже ничего не понимает. Ну, конечно, мы отдали эти 20 евро, нехотя, но были разочарованы в сервисе. В общем, мы жили в отеле Don Pepe, по-моему, назывался. Неподалеку от столицы Майорки города Пальма какая-то область S-Arena называлась или что-то такое. Честно, мне было все равно, потому что я всегда, если еду отдыхать, это просто море, пляж, солнце, пальмы. Просто лежать на берегу, ничего не делать, читать книжечку и полностью расслабляться. Для меня главное купаться в море. Вот такой вот у меня релакс. Мне не нужны никакие активити, мне не нужны никакие экскурсии, мне ничего не нужно. Но, конечно, всегда, когда я еду в какое-то новое место, я беру всего лишь один день на обзорную экскурсию или по городу, или по стране. Ну, или совершая какой-то поход, допустим, с Ольгой мы посетили местный аквапарк. Было достаточно интересно, мы там провели практически целый день. Очень интересные различные горки. Это был наш второй или третий день нашего путешествия. А так мы просто гуляли по городу, городочек обычный, небольшой, и только в основном лежаки и, естественно, дискотеки по ночам. Но я не ходила никуда, не гулять, ничего, просто приходила в отель поесть и снова на пляж. Один раз мы с Ольгой вышли вечером поесть в ресторане, мы заказали местную паэлью. Ну, что еще есть в Испании, как не паэлью? Мне понравилось, я, по-моему, ела с креветками, ну, это обычный рис, приготовленный с особыми специями, с особым соусом. Ну, и какое-то наполнение, или это рыба, или это креветки, или мясо курицы, или просто мясо. В общем, различные паэльи бывают в Испании. За отель, я не помню, сколько заплатила, мы с Ольгой скидывались и за 4 ночи, но мне пошлось где-то 100, может быть, 150 евро. Через 4 дня наше путешествие с Ольгой окончилось. Я переехала в город Пальма, где Моника сняла для нас двоих отель, так как она попросила меня снять для нее клип. И платой за эти съемки будет мое проживание в отеле в течение трех дней в городе Пальма де Майорка. Вот она, наконец-то, Пальма де Майорка. 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 есть имена Каша, я еще знала девушку Гоша, достаточно интересные по-польски звучат имена, и мы все втроем в первый же день поехали в город Пальма прогуляться, посмотреть, что это за город, очень красивый испанский город, ну, в принципе, как и все другие, похож на Мадрид или на Барселону, что-то есть такое. Мы походили по древней части города, снимали различные достопримечательности, пофотографировались сами на фоне этих достопримечательностей, нашли огромный такой замок, но внутрь мы, конечно, уже не пошли, то ли он закрывался, то ли очень дорого стоил. До вечера мы первый день протусовались в городе Пальма, ходили ели мороженое, пробежались по некоторым магазинам, ну, в общем, весело провели время. Редактор субтитров А.Семкин А на следующий день мы отправились на пляж искать место, где будут проходить наши съемки. клипа на новую песню Моники, которые я обещала ей снять на Майорке. В итоге мы нашли какой-то пляж, там были огромные глыбы каких-то скалистых таких кусков на фоне моря, и она говорит, давай здесь будем снимать. Но о съемках этого клипа я буду рассказывать позже. Я снимала целых три клипа для Моники. Первый я снимала на своем втором курсе университета, и именно тогда мы с ней познакомились. Второй был на Майорке, а третий уже в октябре после Майорки. Прямо перед моим отъездом в Россию мы сняли еще один клип. Об этом я буду тоже когда-нибудь рассказывать, а пока Майорка. В итоге мы нашли вот такой вот пляж для клипа, а он оказался нудистским. Но так как я не знала, что нудистский, я в купальнике пошла в воду, так как там была хорошая глубина, я люблю глубоководные пляжи, я нырнула. А потом, когда выходила на берег, увидела, что там все голые. Оказалось, это был нудистский пляж. Но мы решили найти какой-нибудь песочный пляж, потому что загорать и купаться на камнях до среди нудистов, которыми мы не являлись, мы решили найти другой пляж и спросили у местных жителей, как же нам до него добраться. Нам объяснили, и мы дошли до него. Продолжение следует... Продолжение следует... Там позагорали, покупались, и девчонки отправились снова в центр Майорки тусоваться, так скажем. Но так как я не тусовый человек, то есть мне не нужны ни дискотеки, ни бары, ни рестораны, ничего такого. Я осталась дома и просто отдыхала. Следующий день мы также провели на пляже, и девчонки уже во второй половине дня улетали домой. А мой рейс был вечерний, поэтому я остаток дня провела на пляже, забрала свои сумки в отеле и поехала в аэропорт. Села на авиалинии Монарх на тот момент, тоже был лоукостер, но он стоил достаточно дорого, 86 евро я заплатила. Но по лондонским расценкам это все равно дешевый билет. И полетела домой. Вот так вот я с тремя подружками провела целых 7 дней на острове Майорка в Испании. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Продолжение следует...